Благородный полван Керон Ака У правителя был только один единственный сын, и потому берег он его, как зеницу ока, вплоть до того, что не позволял принцу что-либо делать самому. Поэтому и вырос сын падишаха слабеньким и хилым. Но однажды ночью ему приснилась чудесная Перри, такой ослепительной и неземной красоты, что юноша в тот же момент влюбился в нее без памяти. Чувство было таким сильным, что принц лишился дара речи и впал в глубокую тоску. Обеспокоенный здоровьем сына, падишах собрал на совет всех своих визирей и мудрецов во дворце и сказал им «Любой, кто сумеет излечить принца, получит все, что пожелает!» Вскоре о воле правителя узнали все жители ханства. Со всех сторон стали стекаться во дворец люди в надежде вылечить юношу и разбогатеть. Однако никто из них был не в состоянии ни разговаривать принца, ни хотя бы вызвать даже тень улыбки на бесстрастном, как маска, лице. Падишаха все это очень огорчило, и он подумал. Эх, что же я за правитель такой, если не в силах помочь своему единственному сыну от раду моей души на старости лет? Эй, визири! Не осталось ли еще кого, кто не пытался вызвать на разговор принца? Мой повелитель! Во всем ханстве осталась только одна старушка, но она живет так далеко в горах, что вряд ли сможет сама добраться до дворца. Падишах тут же приказал своим слугам снарядить золотые носилки, и вскоре старушку со всеми почестями доставили во дворец. Едва только взглянув на принца, мудрая женщина сказала «Да, сынок, знать явилась тебе во сне прекраснейшая из всех на свете, Перри!» Услышав эти слова, царственный юноша улыбнулся и подошел к старушке. «Матушка, скажите, что мне нужно сделать, чтобы найти незнакомку?» «В неприступных горах, что в семи днях пути отсюда, живет мой родственник Керон. Он всегда приходит на помощь к тем, кто попал в беду. Если ты найдешь его и попросишь помочь, то он непременно поможет найти Перри». Услышав такую радостную для себя весть, воодушевленный принц тотчас же пустился в путь. Бадишах отправил вместе с сыном сорок мулов, груженных золотом, и еще сорок слуг. Проехав семь дней и ночей, путники достигли подножия высоких гор. Там они и решили разбить лагерь. Проснувшись в полночь, принц увидел на вершине огонь. Удивившись, он наказал слугам. «Оставайтесь пока все на месте, а я подойду и разузнаю, что это за свет». Когда юноша достиг вершины горы, то увидел, как сто стражников с факелами в руках окружали спящего крепким сном богатыря и собирались его связать. Принц спросил их. «Зачем вы это делаете? Ведь вам не поздоровится. Если полван проснется, верную смерть свою найдете». «Керонакя всегда помогает людям, и среди них есть много тех, кто недоволен нашим ханом». «Возмущенный этим, наш правитель повелел привезти полвана к нему во дворец». «Если мы ослушаемся, то нам самим не сдобровать». «Вот что я вам скажу. Не выполняйте приказа вашего злого хана. Лучше заберите мои сорок мулов с мешками золота и сорок слуг в придачу, и бегите от вашего хозяина». Ханские стражники с радостью послушали принца и забрали золото и сорок слуг в придачу. А юноша стал ждать, пока проснется полван. Когда богатырь открыл глаза, он увидел сидящего с ним принца. Подобрав одну из брошенных стражниками веток, он понял, что случилось, но не подал виду и спросил юношу. «Как ты здесь оказался? И почему помог мне? Скажи, откуда пришел ты и кто ты?» «Я сын могущественного падишаха далекой страны. Меня прислала к вам ваша двоюродная тетушка. Я сам пришел просить вас о помощи. Найдите мне таинственную Перри. Я не могу без нее жить. Говорят, что только вы это можете. Прошу вас». «Ну, коли уж ты пришел с миром, так и быть. Я помогу тебе. Давай разожжем большой костер. Присматривай за ним. А за то время, пока горит огонь, я буду искать твою красавицу». Насобирали они гору деревьев и разожгли костер, после чего полван отправился в путь. Сорок дней и ночей поддерживал принц огонь, а на сорок первый устал и впервые преклонил голову. Когда он проснулся, Кирон уже сидел рядом с ним. Полван протянул принцу крошечную шкатулку и сказал. «Внутри этого ящичка спрятано то, что ты искал. Только не открывай его в пути. Не то горько пожалеешь об этом». Обрадованный принц взял шкатулку и отправился во дворец. Однако в пути он решил немного отдохнуть. «Я поверил словам Кирона и несу шкатулку домой. Но что-то слишком она маленькая и легкая. Нужно проверить, действительно ли там спрятана Перри». С этими мыслями принц открыл шкатулку и увидел, что внутри действительно была Перри. Однако прекрасная девушка сидела, опустив голову на колени и не шевелилась. Принц попытался разговорить ее. «Вставайте! Выходите из шкатулки! Пойдемте со мной!» «Чтобы продолжить с вами путь, вы сначала обвенчайтесь со мной, а потом и поговорим». «Как же я смогу оставить тебя здесь одну, пока буду искать Мулу?» «А-а-а! Может, ты собралась сбежать за это время?» «Нет, никуда я не сбегу. Буду ждать вашего возвращения с Мулой». Услышав такие обещания, принц отправился за Мулой. Вскоре он наткнулся на таинственный дом с железными воротами. На его стук вышел огромный див. Чудовище схватило юношу и сбросило в Зиндан. Ну а Перри, как и следовало ожидать, тут же упорхнуло после ухода принца. Прошли дни и месяцы. Однажды ночью Керону приснился сон, где он увидел, что его друг умирает в тесном Зиндане Дива. Сразу с рассветом отправился Полван в путь и вскоре подошел к крепости. Постучав в огромные железные ворота, Керон закричал. «Эй, не приходил ли сюда юноша?» «Ну, приходил. И что? Он давно томится в моем Зиндане». В ответ Керон метнул меч и сразил чудовище, после чего он бросился в темницу. Вывел оттуда ослабевшего принца и забрал с собой. Не успел юноша прийти в себя, как снова принялся умолять Керона найти ему Перри. Жалился над бедным влюбленным Полван и после семи дней и ночей привел беглянку к принцу и поженил их. Каждый день Керон отправлялся на охоту и оставлял юноше ключи от тридцати девяти дверей. Но один ключ он всегда носил с собой. В один из дней принц спросил у него. «Керон Акя, вместо всех ключей оставьте мне, пожалуйста, сегодня ключ от последней комнаты, что вы всегда носите с собой». Поначалу Керон ни в какую не соглашался, но его настойчивые просьбы, наконец, заставили оставить ключ от сороковой двери. «Когда принц и Перри открыли заветную дверь, то увидели за ней двух черных коней». «Ах, какие красавицы! Но они так долго стоят здесь, что, наверное, хотят пить. А давайте возьмем их и отведем к водопаду». «Нет, лучше не надо. Если убегут, никогда не сможем вернуть их обратно». «Не бойтесь, эти кони такие смирные, что ничего страшного не произойдет». Уступив просьбам Перри, принц освободил от цепей коней, после чего взял их за узду и повел к водопою. В саду у Керона был красивый пруд с водопадом, но кони в один миг выпили в нем всю воду. Удивленный принц испугался и поспешил было отвезти их обратно, как кони тут же превратились в двух куропаток, а Перри в голубку, и все трое улетели прочь. И снова Керону пришлось отправляться за беглянкой. Высоко в горах он нашел каменную крепость и постучал в первые ворота. Здесь жила злая баба-яга. «Отпирай ворота, старуха!» «Керон пришел, а вместе с ним и ярость его!» «Отвечай, где твои два брата-вора?» «Говори скорее, а не то разнесу весь твой дом до последнего камня!» «Ха-ха-ха! Постучи-ка в другие ворота, там живет моя сестра, она и скажет, где беглецы, которых ты ищешь!» На вершине этой горы жили семь сестер-старух. Керон спросил у каждой из них про дивов, которые, обернувшись птицами, улетели. Но никто из них не знал, где они. Только отсылали они полвана к следующей. Когда и самая древняя из них дала отрицательный ответ, Керон рассердился не на шутку. «Так вы еще не испытывали на себе, что такое гнев Керона? Вот я вас всех сейчас проучу!» «Ай, нет, нет! Не губи нас, полван! Все тебе скажу, только не губи! Зайди в калитку в глубине сада, там и найдешь свою пропажу!» Войдя через калитку, которую указала старуха, Керон оказался в прекрасном цветнике. В середине сада в золотой клетке спала Перри. В этот момент поднялся сильный ветер, и появились два брата Дива. После жестокой борьбы с могучим Кероном, обессилевшие, они обернулись в куропаток. Измученные птицы со всего размаха ударились прямо о клетку и без сознания упали на землю. Керон поднял куропаток с земли за лапки и прихватил с собой золотую клетку, а потом отправился домой. Полван снова помирил Перри и принца, а Дивов запер в сороковой комнате. Чудовища превратились в черных коней и преспокойно стали жевать сено в стойле. Когда у принца родился сын, Керон Ака отправил молодых обратно в Шахский дворец. Не зная, что случилось с единственным сыном, Падишах выплакал все свои слезы, пока в конец не ослеп. Узнав о возвращении своего дорогого мальчика, да еще вместе с красавицей и внуком, правитель возрадовался. К тому же Перри распылила в глаза ослепшего старика чудесную пыльцу, и он тотчас прозрел. На радостях правитель устроил праздник, на который первым делом пригласили благородного полвана. С той поры зажили все они дружно и счастливо в Шахском дворце и мудро и справедливо правили огромным ханством. А нам с вами, дорогие ребята, пора прощаться. Спокойной вам ночи, дорогие мои слушатели!